И так тема нашей лекции сегодня – эволюция Вселенной. Эволюция Вселенной. Во-первых, давайте вспомним, что такое Вселенная. Самое простое определение – Вселенная – это всё то, что нас окружает. Вот то, что нас окружает – это и есть Вселенная. Ведь дальше. Вот характеристики Вселенной. Возраст Вселенной – 13,7 миллиарда лет. Радиус наблюдаемой части Вселенной – горизонт события. Это скорость света, умноженная на возраст Вселенной. Что отсюда следует? Отсюда следует, что мы видим не всю Вселенную, а только часть, откуда за вот это время доходит на нас свет. При полной количестве вещества Вселенной – 10,56 грамма. Но это довольно сложно, эту цифру запомнить. А вот средняя плотность вещества – 10,29 грамма в кубическом сантиметре. Теперь, что очень важно? Вот эта цифра. Доля антивещества Вселенной меньше, чем 10,4. Вот в антивселенной почему-то нет вещества. Это надо объяснять, почему так произошло. Теперь дальше. Вселенная расширяется, и скорость расширения Вселенной определяется с постоянной Хаббла. 71 плюс-минус, значит, 4 километра в секунду на мегапарсек. Теперь дальше. Вселенная имеет температуру 2,73 градуса Тельвина. Это температура реликтово-фонового излучения. Плотность реликтово-фотонов – 411 в кубическом сантиметре. Эту цифру можно запомнить, можно не запоминать. Но вот что самое главное – вот эта цифра. Отношение числа реликтово-фотонов к числу барионов – 10,9, 10,10. То есть на один примерно барион приходится 10,9, 10,10 фотонов. Вот это надо тоже постараться объяснить. Ну и, наконец, что нас самое главное интересует, так как мы занимаемся ядерной физикой, распространенность ядер во Вселенной. Водорода во Вселенной – 90%, гелия примерно 10%, и все остальные, видите, меньше, чем 0,2. Это по числу ядер. Ну, часто приводится еще одна цифра по массе. Ну, так как ясно, что вот эти остальные ядра имеют массу больше, чем водород, то, видите, здесь это переходит примерно в 2%, водорода – 70% по массе, тут около 30%, ну, вот такие цифры. Ну, вот эти цифры, запомните, 90%, 10%, и тут меньше 1%. Это легко запомнить довольно. Таким образом, вот такой у нас состав Вселенной. Если мы сегодня пытаемся объяснить, как устроена наша Вселенная, то сегодня из чего мы должны исходить? Мы должны исходить из наших знаний на сегодняшний день, а наши знания на сегодняшний день такие. Вот Вселенная, так? Во Вселенной есть вещество. Откуда оно взялось? Какие свойства этого вещества? Это все описывает стандартная модель частиц. Значит, мы исходим из того, что вот такими фундаментальными частицами стандартной модели являются кварки, это вот две строчки верхние, лептоны, ну, и для того, чтобы они взаимодействовали, в стандартной модели считается, что есть частицы, которые переносят взаимодействие. Это гамма-квант, он переносит электромагнитное взаимодействие. Вот это 8 глионов переносят сильное взаимодействие. И вот это три частицы, W, Z, бозоны, они переносят гравитационное взаимодействие. Ну и, наконец, недавно была открыта последняя частица стандартной модели, это бозон Хиггса, вот он, буква H. Теперь, в стандартной модели считается, что с большой убедительностью должен существовать еще гравитон. Но в отличие от частиц, которые переносят слабое и сильное электромагнитное взаимодействие, частица имеет спин равный единице, гравитон имеет спин равный двум. Но на сегодняшний день пока что гравитон мы не открыли. Мы не знаем, есть он или нет, может, Вселенная будет устроена по-другому. Ну и, наконец, это касается физики. А что астрономы для этого делают? Значит, они исходят из того, что есть специальная теория относительности, есть общая теория относительности. Из их измерений следует, что вещество во Вселенной однородно и изотропно, и дальше во Вселенной была инфляционная стадия для того, чтобы объяснить проблемы, которые возникают, если Вселенная образовалась в результате Большого взрыва. Ну и, несмотря на то, что вот такие две теории, они довольно, значит, вот хорошо объясняют окружающий мир, но тем не менее существуют проблемы. Оказывается, что во Вселенной вот все то, что описывается на основе вот этих моделей, составляет всего примерно 3-4% вещества. Основное вещество – это темная материя, это 30% вещества во Вселенной, и темная энергия – это 70%. Но об этом мы с вами будем говорить. Ну и, наконец, возникает проблема, почему Вселенная асимметрична, почему Вселенную этого антивещества не видим, и что такое вообще говоря вот эта вакуумная энергия, ну и темная энергия, либо так называют, либо так. Таким образом, вот проблемы, которые мы должны каким-то образом пытаться объяснить, для того, чтобы было понятно, что же из себя представляет такая Вселенная. Теперь, если мы с вами посмотрим, как вообще говоря развивались наши представления о Вселенной, то самое простое представление, которое вообще ничего не объясняет, оно было такое – Вселенная существовала вечно. Вот какая она была, какой мы сейчас видим, вот она была вечно такая Вселенная. Ну что отсюда, что вы можете отсюда понять? Ну ничего, правильно? Ни динамику Вселенной, ни какие ингредиенты составляет эта Вселенная и так далее. Вот была Вселенная вечная. Другая теория заключалась в следующем – это богословское учение. Бог создал Вселенную. Раз Он создал Вселенную, значит, был какой-то момент, когда Он ее создал. Ну и теперь дальше, какова судьба Вселенной? Если Он ее создал, то в любой момент Он может ее и разрушить. Правильно? То есть это тоже какая-то непонятная теория, которая таких научных объяснений, зачем создал, зачем будет разрушать, тоже абсолютно не дает никаких нам представлений о том, какая динамика Вселенной. И дальше, если Вселенная статична и бесконечна, то она строится обычно на основе механики Ньютона и диаметрии Эвклида. Ну и вот Вселенная в неизменном во времени. Это стационарная модель Вселенной. Но, однако, оказалось, что ситуация выглядит совсем не так, и первый удар по такому нашему представлению о Вселенной нанес Хаббл. Это был великий человек, который занимался тем, что изучал распределение звезд. Значит, что было известно до Хаббла? До Хаббла было известно следующее. Там, я бы так сказал, в древности. Было известно следующее. Есть Земля и центр Вселенной. Дальше имеются планеты, имеется Солнце, которое освещает Землю. И дальше имеется хрустальный купол, на котором натыканы звезды. Все это дело крутится, вращается, и вот мы так это объясняли. Значит, в результате работ Коперника, Джордана, Бруна, стало ясно, что Земля не является центром Вселенной, а центром Вселенной является Солнце. Вот следующий этап нашего понимания, как менялось наше представление о Вселенной. Значит, Землю пододвинули, отодвинули в сторону, в центре Вселенной появилось Солнце. Но потом дальше стало ясно, что вот те точки, которые мы видим на небе, это тоже звезды, и почему Солнце здесь основа? Ну, просто она ближе к нам, да и все. Все остальные звезды тоже равноправны. И тогда возникло представление о том, что вот есть галактика, так, мы живем в этой Вселенной, и вся Вселенная состоит из нашей галактики. Хорошо. И дальше Хаббл начал изучать звезды в галактике, и он обнаружил следующее, что вот наряду с тем, что есть звездочки, есть какие-то пятнышки, которые имеют больше размер, чем звезды. Вот эти пятнышки. Ну, первое впечатление, и первый такой помысел, постараться объяснить это дело, попытки. Значит, они были в следующем. Ну, во Вселенной есть газ, так? И поэтому, когда вещество звезд рассеивается на этом газе, вот эти газовые области светятся. Ну, нормально вроде, все хорошо. Но когда начали вот эти пятнышки рассматривать как следует, то оказалось, что эти пятнышки представляют собой, внутри них мы видим отдельные звезды. И тогда стало ясно, что наша галактика не является центром Вселенной, больше того, она не единственная, а на самом деле вот эти пятнышки тоже разные галактики. И что дальше он начал делать? Дальше он начал смотреть, на каком расстоянии находятся эти галактики, и, значит, как они относятся по отношению к нашей Земле, движутся вперед, приближаются, удаляются от Земли, как они между собой взаимодействуют. И установил закон Хаббла. Значит, закон заключался в следующем. Оказывается, что скорость удаления вот этих галактик от нашей галактики зависит от того, на каком расстоянии находится галактика. Чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется, тем больше у нее скорость. Видите, V равняется H на R. H – это постоянная Хаббла, та самая величина, которую он измерил. Дальше, вот для того, чтобы развивать модель, вот давайте возьмем тут самую цифру, реликтовое излучение по отношению к числу протонов, а мы теперь видим, что протоны – это основной химический элемент, который содержится во Вселенной, это 10-9-й. Ну и, наконец, соотношение, два основных элемента, которые находятся во Вселенной – это водород и гелий. Отношение водорода и гелий – 10, но это мы с вами знаем. Теперь дальше. Откуда взялся водород и гелий во Вселенной? Вот первая модель, которая была создана, одна из первых моделей, это модель Гамова. Утвержение его. Химические элементы образовывались в момент большого взрыва. Причем в этот момент, когда он делал это утверждение, уже было ясно, что химических элементов много, все не ограничивается водородом, гелием, а там число элементов довольно большое. Но возникла проблема, которая заключалась в следующем. В это время была уже измерена зависимость удельной энергии связи от массового числа А, и мы знаем, что она имеет максимум в районе железа. И тогда возник вопрос, а если они образовывались во время взрыва, почему же максимальное число элементов во Вселенной не есть железо? Вот это надо было объяснять. Если они все одновременно образовались в момент большого взрыва. Вот в этот момент они образовывались. Вот это была проблема модели Гамова. Как из этого положения вышли? Ну, мы с вами об этом поподробнее поговорим. А сейчас вот я вам покажу картинку. Это картинка из оригинальной статьи Хаббла, в которой видно. Видите, диаграмма скорость расстояния из работы Хаббла 29-го года. Вот здесь отложено расстояние, а здесь скорость. Вот видите, вот эти точечки, это отдельные, значит, от галактики. И видно, что чем дальше галактики, ну, вот здесь находится наша точка, в которой мы наблюдаем, чем дальше находится от нас галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Видите, есть еще разбросы, но это связано с тем, что галактики имеют еще собственное движение во Вселенной. Ну, теперь посмотрите. Значит, вот закон был установлен, правда, Хаббл немножко ошибся в определении своей постоянной Хаббла. Ну, что мы имеем сегодня? На сегодняшний день вот эта зависимость имеет вот какой вид. Посмотрите. Вот здесь вот, видите, квадратик. Это вот та самая данная, которую получил Хаббл. А сегодня, вот как распространены эти данные, до каких-то больших расстояний, видите, мегапарсеки. И закон Хаббла, видите, вот прилично очень выполняется. И дальше вот скорость постоянной Хаббла была уточнена на соответствии вот с этой закономерностью. Вот видите, насколько расширилась наша возможность измерять галактики, которые находятся на большом расстоянии, по сравнению с тем, что мог делать Хаббл. Но заслуга его заключается в том, что он настолько прецедионно измерял, что он на вот этом вот небольшом интервале сумел довольно прилично определить, значит, вот скорость расширения Вселенной. Ну, а здесь уже ситуация становится уже довольно ясной. Раз Вселенная расширяется, галактики от нас разлетаются, то значит, что было? был Большой Взрыв. И вот сторонник теории Большого Взрыва, расширяющейся Вселенной, наш соотечественник Гаммов, а его главный противник был Хойл, Фред Хойл. Значит, Фред Хойл придумал вот это слово, ну, такое издевательское, значит, Биг Бэнк. Биг Бэнк – это означает, значит, Большой Бух. Вот по его противнику Гамову произошел какой-то большой Бух, и в результате вот Вселенная начала расширяться. Таким образом, вот два противоположных взгляда на эволюцию Вселенной. С одной стороны Хойл, который говорил о том, что Вселенная стационарна, а с другой стороны Гаммов, который говорил о том, что Вселенная расширяется. Ну, а Хаббл тем временем занимался следующим. Он начал изучать вот эти отдельные пятнышки и стараться как можно поточнее посмотреть, как они выглядят. И оказалось, что по Хабблу все галактики можно разделить на три большие группы. Первая группа – это эллиптические галактики. Что это означает? Это означает следующее, что материя распределена так, что она представляет из себя эллипс. Вот галактика, распределение материи в галактике представляет из себя эллипс. Это эллиптическая галактика. Дальше спиральные, и они составляют 13% всех галактик. Дальше спиральные галактики, их 34%. Вот наши галактики являются спиральные галактики. Галактика, значит, Андромеда тоже спиральная галактика. Я вам на прошлой лекции это показывал. Ну и, наконец, такие хаотические галактики, которые не то, не сё, а вот какие-то там вот комки вещества совершенно хаотической формы. Это называется неправильные галактики. И они составляют примерно половину от всех галактик, которые видел Хаббл. Значит, вот 53% это галактики, которые имеют неправильную форму. На самом деле, ну, она не хаотическая такая форма. Но, что интересно, вот у вас имеются три типа галактики. Давайте посмотрим теперь, чем же они будут характеризоваться. Вот три формы галактики. Спиральные галактики, эллиптические галактики и неправильные галактики. Спиральные галактики, вот 34%. Форма и структура свойствуют галактики. Значит, спиральные галактики, плоский диск звезд и газа в спиральных рукавах утолщения к центру. Значит, если мы посмотрим на нашу галактику, то имеется вот такой плоский диск, дальше от нее отходят рукава, в одном из рукавов находится наше Солнце, а в центре имеется вот такое уплотнение. Называется балдж. Балдж. Причем, вот что интересно, ядро в центре находится из более старых галактик, примерно сферическое гало. Вот это тот самый балдж. И оно состоит из звездного газа, небольшого числа звезд и магнитных полей. И дальше, следующий класс, это эллиптические галактики. Диск отсутствует. Видите, диска нет. Звезды распределены в объеме, напоминающем эллипсоид. Ну, это я вам уже говорил. Ну, и дальше хаотическая галактика. Никаких внутренних особенностей, кроме, значит, вот более плотного уплотнения в центре нету. Структура вообще какая-либо отсутствует. Просто хаос и все. В центре небольшое уплотнение и какие-то там вот клочья звезд в этой галактике. Дальше состав звезд. Вот смотрите, как интересно. Опять спиральные галактики. Начинаем. Диск содержит молодые и старые звезды. Это диск. А ядро содержит только старые звезды. Почему? Дальше. Эллиптические галактики. Они содержат только старые звезды. А неправильные галактики содержат и молодые, и старые звезды. Вот это различие между этими тремя типами галактики. Теперь мы с вами знаем, что основное содержание это звезды и газ в галактике. Вот по поводу звезд вот мы с вами посмотрели. Теперь газ и пыль. В диске довольно много газа и пыли. В ГАЛО их мало или нет совсем. Видите? Газ и пыли мало или нет совсем. Значит, вот в эллиптических галактиках. А здесь в неправильных галактиках, как правило, много газа и пыли много. О чем это говорит? Ну, давайте еще дальше посмотрим. Еще яснее станет. Образование звезд. Звезды продолжают рождаться в спиральных рукавах. Видите? Дальше. Эллиптическая галактика. Звезды практически не образуются за последние 10 миллиардов лет. А Вселенная у нас существует 13,7 миллиарда лет. Так? А вот за последние 10 миллиардов лет там звезд нет. Ну и, наконец, неправильных галактиков энергичное рождение звезд в настоящее время. И, наконец, движение звезд и газа. газы и звезды в диске движутся по электрическим орбитам вокруг галактического центра. Значит, вот это вот балдж, и вокруг него движутся по эллипсам газ и звезды. Звезды в гало движутся хаотически. Вот это гало, и там движутся звезды в центре, как попало, хаотически движутся. Там нет вот такого эллиптического движения. В эллиптической галактике звезды движутся хаотически, и здесь неправильная галактика, звезды и газ тоже движутся хаотически. О чем это говорит? Вот если мы с вами имеем три типа галактики, то есть вот тех данных, которые я вам привел, следует совершенно однозначно следующее. В какой-то момент вещество во Вселенной возникла неоднородность. Из этой неоднородности начали образовываться звезды и галактики. Галактики и звезды. Теперь, если у нас звездообразование происходило быстро, то в результате получились эллиптические галактики, которые всю пыль захватили звезды, и в результате из этих звезд, из этой пыли образовались звезды. Понятно, да? Вот это эллиптические галактики и центральная часть галактики, которая имеет спиральные рукава. В хаотических галактиках в настоящее время происходит образование звезд. Поэтому там вот еще такое притяжение центр не образовался. Ярко выраженное. Вот отсюда следует. Это первое. И второе. Раз образовались звезды, значит, что у нас происходит? У нас имеется пыль, и в результате неоднородности в этой пыли и газе происходит сжатие этого вещества. На следующей лекции я вам буду образовывать. в начале образуется прото-звезда, которая дальше продолжает сжиматься, и образуется звезда. Понятно, да? Таким образом, различие между этими тремя типами галактики, несмотря на то, что они вот так, вроде бы, ну, чего там, хаотическое, эллиптическое, и так далее, да, оно имеет между собой очень глубокое различие. Одни галактики активно уже в них образовали звезды, там, старые звезды, в других галактиках. Сейчас в настоящее время происходит образование звезд, и так далее. Таким образом, отсюда мы уже с вами видим следующее, что на самом деле в галактике происходят довольно интенсивные процессы, образование из пыли и газа, это водород и гелий, происходит образование звезд, и эти звезды образования приводят к тому, что вид галактики меняется, меняется температура, меняется температура окружающей среды и так далее. Ну и, наконец, если мы с вами посмотрим, то ситуация выглядит вот таким образом. Значит, вот до звездной стадии эволюции Вселенной. Звезд пока нет. Звезд еще нет. Значит, большой взрыв, пока будем считать так, что начало Вселенной произошло в результате Большого Взрыва. Надо сказать, что на самом деле вот эта теория встречает определенные возражения, и в частности вот Лагунов, наш ректор бывший, так, он считал, что никакого Большого Взрыва не было, была другая эволюция Вселенной. Ну, есть разные теории. Гамф исходил, что примерно 15 миллиардов лет назад произошел Большой Взрыв, и дальше плотность и температура менялись вот по такому закону. С течением времени плотность падала, видите, и с течением времени тоже температура падала. Теперь, если вы поставите сюда простую цифру, одна секунда, то посмотрите, через секунду после Большого Взрыва температура была 10, десятых градусов Кельвина. То есть, что такое? 10 миллиардов градусов. На самом деле, мы сюда должны подставлять не 10, не одну секунду, а 10 минус тридцать пятый. И тогда эти цифры вообще будут кошмарные и плохо вообразимые. и плотности и температуры. Видите, тем более, вот смотрите, здесь Т в квадрате будет стоять. Дальше, значит, вот Большой Взрыв, это характеристики вещества и зависимость плотности и температуры от времени, вот дается таки закономерностью. Дальше закон Хаббла, вот он здесь записан, так, ну и наконец, ну произошел Большой Взрыв 15 миллиардов лет назад. А что мы сегодня, какие последствия этого, как мы наблюдаем, в чем он проявляется, этот Большой Взрыв? Он проявляется в следующем. Первое, микроволновое фоновое излучение, которое было открыто Вильсоновым Пензиасом в 1965 году. Температура вот такая, длина волны вот такая, это микроволновое излучение. Дальше, вот второй факт, такой распространенного изделия, значит, ну здесь приведено по массе 20%, на самом деле, видите, в 10% всего, и дальше соотношение числа фотонов к числу барионов. Вот, для того, чтобы нам пытаться представить себе, а что же происходит после Большого Взрыва, будем сказать, с того, что все началось с Большого Взрыва, так, как все это дальше меняется. Ну, на прошлой лекции вы пытались решить задачу, так, о планковских константах, вот ответ, планковский момент времени, значит, вот если говорить о константах, которые существуют в настоящее время физики, какие это константы, это, во-первых, гравитационная постоянная G, дальше постоянная планка H и скорость света. Из этих трех величин мы можем составить разные константы. Первая константа это вот какая, планковский момент времени, это G, H разделить на C в пятой, но если вы все подставите сюда правильной размерности, то увидите, что это планковский момент времени есть 5,4 на 10 минус 44 секунды. Вот смотрите, 10 минус 44 секунды. Это запишите себе. Дальше, следующий планковский размер, и здесь GH разделить на C в кубе. Здесь C в пятой, здесь C в кубе. Ну, потому что здесь соотношение T это, значит, вот, связано через C. 10 минус 33 сантиметра. Вот такой размер в этот момент соответствовал планковскому размеру. Вот этот момент соответствовал такому. и, наконец, энергия планковская. Значит, она составляет 10 19 ГФ. Вот она определяется вот такой формулой. C в пятой H разделить на G. Ну, и теперь давайте посмотрим. Вот эти данные мы имеем. Дальше плотность материи в момент в этот. Какая была? 10 94 степени граммов кубическом сантиметре. Можете себе такую плотность представить? Это совершенно невообразимая плотность. Так? Это значит, вся Вселенная, которая в настоящее время существует, была сжата вот до такого размера. Вот она. Видите? Размер меньше, чем размер протона. Вот какая была Вселенная, откуда все это родилось. Теперь, откуда все это рождается вообще говоря? Мы с вами знаем, что одно из основных положений квантовой теории заключается в отношении неопределенностей. Чем меньше интервал времени, дельта е на дельта t, будем так для простоты считать h, если мы дельта t будем устремлять к нулю, видите, к нулю устремляем, то дельта е становится, имеет колоссальные размеры, и теперь вот, что нужно понять, мы с вами говорим о том, что вначале ничего не было, ноль, так, откуда взялась вся эта масса, колоссальная масса ведь, откуда она взялась, она связана вот с чем, гравитационная энергия отрицательная, поэтому, если вы начинаете сжимать вещество, то у вас гравитационная энергия стремится к бесконечность, потому что гравитационный потенциал m1 умножить на m2, ну, умножить на гравитационную постоянную, деленное на r, гравитационную, при r стремяющейся к нулю, у вас эта отрицательная величина увеличивается, поэтому, если гравитационная энергия будет меняться, то куда будет переходить энергия? Энергия будет переходить в те самые частицы, которые мы с вами сегодня имеем. Понятно, да? Таким образом, первая точка отсчёта – это величина планковский момент времени, 10 минут 43, и в этот момент начало от… Мы с вами знаем, что есть четыре типа взаимодействия. Т – сильная, слабая, электромагнитная и гравитационная. Правильно? Вот в этот момент произошло отделение гравитационного взаимодействия, и в интервал времени 10 минут 43 происходит объединение взаимодействий, это суперсимметрия, квантовый хаос и так дальше. Вот Т примерно больше нуля, ну, чуть больше нуля, вот в этот момент происходит большой взрыв. Таким образом, вот первое, что мы с вами имеем, вот такие цифры, которые описывают состояние Вселенной в планковский момент времени, это её размер, это энергия частиц какая, это вот плотности частиц. Значит, первый момент – 10 минус 43 секунды. Дальше мы имеем ситуацию, вот четыре взаимодействия было, гравитационное взаимодействие отвалилось, и что у нас остаётся? У нас остаётся три других типа взаимодействия. Это великое объединение. Что это означает? Это означает следующее, что у вас объединены сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия. Сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия. В какой момент времени это происходит? Это происходит на интервале времени 10 минус 43, видит этот планковский момент, только что отвалилось гравитационное взаимодействие, а это вот 10 минус 36 секунды – это когда великое объединение кончается. А чем оно кончается? От электромагнитного, сильного и слабого взаимодействия отваливается теперь сильное взаимодействие. Оно отваливается. Время, когда оно отваливается, видите, 10 минус 36 секунды отделяется сильное взаимодействие. Вот этот интервал времени соответствует вот таким температурам. 10,32 градуса Кельвина вот в этот момент, и Вселенная расширяется, видите, время идет, и температура падает от 10,32 до 10,28 градуса Кельвина. И какие частицы в этот момент, какие у них энергии? Энергии частиц 10,15, 10,16 ГФ. Вот такие частицы мы только даже в космических лучах не имеем сегодня. А из чего состоит Вселенная в это время? Она состоит из лептонов, кварков, переносчиков взаимодействия, WZ-бозоны, гамма-кванты и глионы. Но кроме того, это вот мы с вами сегодня знаем, но кроме этого существует еще два типа частиц, как мы предполагаем. Это X, Y, бозоны. Сейчас мы делаем небольшой перерыв. Вы отдыхаете пять минут, так, а дальше мы с вами поговорим об этих частицах, которые объединяют, существуют во время вот этого великого объединения. Значит, пятиминутный перерыв. Отдыхайте. Вот давайте еще раз этот слайд посмотрим. Значит, вот интервал времени 10-43, 10-36 пока еще не отделилось сильное взаимодействие. Посмотрите энергии частиц каких. 10-15, 10-16 ГФ. Что это означает? Это означает, что вещество, которое в этот момент существует, оно существует в виде кварк-глионной плазмы. И эта плазма приводит к тому, что у вас частицы, кварки, антикварки дают нам мезоны, три кварка дают нам частицы, так, барионы, три антикварка дают нам антибарионы. Пока ситуация такая, что все симметрично, симметрично, потому что вначале был ноль. Число барионов равняет числу антибарионов. Но зато у нас появляются XY-бозоны. Пока что никто этих бозонов не видел. Но какими свойствами обладают эти частицы? Смотрите. X-бозон. Как, кстати, бозон, он состоит из чего? Посмотрите, в отличие от тех бозонов, которые у нас были раньше, которые состояли из кварка, антикварка, он состоит из кварков, двух кварков. У-кварк и У-кварк. Это X-бозон. Значит, X-бозон распадается. Во что же он распадается? Он распадается в позитрон и антидекварк. Теперь давайте сложим. У-У. Какой заряд У-кварка электрически? Плюс две третьих. Две третьих и две третьих. Значит, заряд электрически X-бозона составляет четыре третьих. Видите? Теперь он распадается. Закон сохранения электрического заряда должен выполняться. Здесь плюс единица. D-кварк имеет заряд минус одна треть. Анти-D плюс одна треть. Единица плюс одна треть будет четыре третьих. Видите? Закон сохранения электрического заряда выполняется. Теперь что он из себя представляет? Спин у него какой? Спин у него единица. Теперь давайте добавим сюда D-кварк. D-кварк. И тогда что мы будем иметь с вами? Смотрите. У-У и Д. Какая это частица? У-У-Д. Протон, да? Это протон. Теперь, если такой распад происходит, 2-У-кварка превращается в это, то что происходит? У вас происходит D-кварк, как был, так и остался. В результате протон, видите, распадается, и он превращается анти-D и D, и как положено в нашем мире, они образуют Пи-ноль-мезон, и здесь появляется Е+. Протон распадается на позитрон и Пи-ноль-мезон, который, в свою очередь, сразу распадается на 2-гамма-кванта. Видите? Что отсюда следует? Первое. Если такая частица есть, то мы должны наблюдать распад протона, вот по такому каналу. Видите? Другая частица, Y-базон, это У-Д-кварки. У-кварк имеет плюс 2-третьих, Д-кварк минус 1-треть, значит, заряд здесь будет плюс 1-треть. Сложите вот эти числа, видите, Д-кварк имеет анти-D, значит, вот, добавляем сюда У-кварк, и получаем У-У-Д, и тогда протон может распасться по каналу. Протон на Пи-плюс и анти-нейтрино. Видите? Теперь, что, какое основное свойство этих частиц, XY-базонов? Оно стоит в том, что они участвуют в процессах, не сохраняющих барионной и лептонной заряды. Видите? Вначале никаких лептонов не было, лептон появился. Никаких барионов, лептонов не было, лептон появился. Видите? То есть в такого рода процессах у вас барионные и лептонные заряды не сохраняются. Ну и теперь, значит, вот масса их 10-15, 10-16 ГФ, ну это в единицах, ну и время жизни 10-36 секунды, 10-23 секунды. Вот такие характерные времена жизни этих частиц. Но теперь смотрите, к чему это приводит. Значит, первое, если я хочу сегодня убедиться о том, что действительно существуют такие бозоны, и что они приводят к тому, что у меня объединяется сильное и слабое электромагнитное взаимодействие, то я должен искать протоны, распады протонов. Значит, такие распады изучались, но пока что ни одного случая, в которых мы наблюдали бы распады протонов, мы не обнаружили. поэтому мы можем только сказать, что время жизни протона больше, чем какой-то интервал времени. Здесь там 34 секунды, по-моему, на сегодняшний день. Теперь следующее очень интересное свойство. Вот у вас имеются Х и анти-Х бозоны. Что такое бозон Х? Это бозон, который, как я вам только что показывал, состоит из двух кварков, У-У. Значит, вот это его электрический заряд, так? То есть, это вот его барионный заряд, а это вот его электрический заряд. Видите? Барионный заряд плюс 2 третих, электрический заряд плюс 4 третих. Теперь, что с ним может происходить? Он может распасться на У и У-кварте, и вероятность распада будет альфа. Обозначим ее просто альфа. Вот пока обозначили такая альфа. Теперь, значит, ну, кроме того, Х-бозон может распасться на анти-Д и Е+. Это мы тоже видели. Ну и если это два основных канала, то вероятность распада будет единица минус альфа. Значит, что мы здесь имеем? Барионный заряд, видите, ноль, электрический заряд, ну, как положено, видите, вот такой, 4 третих. Теперь, что сохраняется? Сохраняется вероятность распада частиц античастицы. То есть, если мы имеем, вероятность распада Х на У и У, то должна быть с такой же вероятностью распада Х на У и анти-У и вот этот канал. То есть, здесь единица вероятность распада и здесь вероятность распада. Но никто не сказал, что вероятность вот этого распада будет равна вероятности вот этого распада. Поэтому вероятность этого распада мы означаем, обозначаем буквой бета. Видите, вот по такому каналу антиэкс у нас распадается. Тогда вероятность распада вот по такому каналу будет единиц минус бета. Условия мы выполнили. Время жизни частицы и античастицы одинаковое. Но если альфа не равно бета, то число кварков Q больше будет, чем число антикварков. И тем самым мы с вами добились то, чего мы хотели. Вот у вас появляются иксерогибазоны. В связи с тем, что они распадаются не чисто с испускания кварков, а закон сохранения буреного заряда не выполняется, это приводит к тому, что у нас число кварков становится больше, чем число антикварков. Ненамного. На один, на одну частицу по сравнению, один антикварк, по сравнению с тем, что мы имеем суммарное число кварков, антикварков. Это приводит к тому, что кварки, антикварки аннигилируют. Частицы, античастицы аннигилируют. Интервал времени здесь уже довольно маленький. Значит, мы с вами знаем, что распады под действием сильного взаимодействия какое характерное время? Подскажите. 10 минут 23, 10 минут 25. Вот характерное время, да? Поэтому если такие частицы образуются, то они мгновенно распадаются. И видите, все идет к тому, что вот эти частицы фундаментальные, которые у нас образуются, они, из них формируются кварки и рептоны, и дальше эти кварки образуют бозоны и мизоны, и дальше они продолжают распадаться. Теперь вот интервал времени 10 минут 36, вы видите, уже почти более-менее сопоставимое с нашим представлением время. 10 минут 10 секунды. Это время, в течение которого работает электрослабое взаимодействие, сильное взаимодействие уже отвалилось. Так, значит, интервал времени такой. Интервал температур 10, 28, 10, 15 Кельвина. Видите, колоссальные температуры. Характерные энергии частиц порядка 100 ГФ. А какие характерные энергии этого характерного энергии? Вот W, Z-бозон. Вот они имеют то, что нам нужно, 80-90 ГФ. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот У и Д кварки в результате распада превращаются, значит, вот видите, в слабое взаимодействие. Если вот такое взаимодействие происходит, антинейтрино электронное налетает на У-кварк, то у вас в конечном состоянии появляется Д-кварк и появляется позитрон. Закон о сохранении, значит, вот электрического заряда, закон о сохранении барионного числа, закон о сохранении лептонного числа и так далее. Вот здесь взаимодействие антинейтрино электронное с электроном, видите, появляется Д и анти-У-кварки. Ну и вот тут Z-бозон, он тип кварка не меняет. Видите, было антинейтрино и Д-кварк в результате взаимодействия, обмена Z-бозоном. Это слабое взаимодействие. Что было, то и осталось. Видите? Таким образом, вот в этот момент у нас характерные энергии частиц порядка сотни ГЭФ, и это царство электрославных взаимодействий, вот в этот интервал времени. Ну, а температура потихоньку падает. Кваргленная плазма остывает, и следующий характерный интервал времени – это 10 минус 10, 10 минус 4 секунды. Значит, в это время на интервале 10 минус 6 секунды произойдет, значит, кваркодронный фазовый переход. Вот это что означает, что температура у вас понизилась настолько, что теперь у вас кварки могут объединяться и превращаться в адроны. Адроны, вот температура вот такие, видите. Вот. Значит, что при этом происходит? Вот адрон с антиадроном взаимодействует, анниделирует, появляются гамма-кванты. Гамма-кванты снова приводят к рождению адрона-антиадрона, и второй канал кванты рождает гамма-кванты. Лептон – это не электрон, а лептон. Лептон-антилептоны, они тоже между собой взаимодействуют, анниделируют, ну, электрон-позитрон, например. Так появляются гамма-кванты. Конец адронной эры наступит, когда энергия излучения становится меньше энергии покоя самого лёгкого адрона. Какой у нас самый лёгкий адрон? Пи-мизон. Пи-плюс, пи-минус, пи-ноль-мизоны, да? Вот. Вот в этот момент у вас кончается конец адронной эры. Теперь вот такой канал у нас оказывается закрыт, но этот канал у нас ещё открыт. Почему? Потому что лептоны легче, чем адроны. Ну и посмотрите, вот спецстрелочки сюда нет, адроны, антиадроны анниделируют, превращаются в гамма-кванты, но так как энергия покоя лептонов ещё маленькая, вот при этих температурах, видите, и вот в этот интервал времени, 10-4-10 секунд, у вас происходит следующее. Гамма-кванты могут рождать пары электрон-позитрон, мю-плюс, мю-минус и так далее. Так, что при этом происходит? При этом Вселенная расширилась, плотность вещества стала маленькой, и нейтрино, которые имеют сечение взаимодействия 10-44 секунды, перестаёт взаимодействовать с веществом. Оно уже этого вещества не видит, оно свободно проходит через это вещество, и, во-первых, энергии этих недостаточно для рождения пар вот этих частиц, и в настоящее время вот эти нейтрино становятся свободными, и температура нейтрино, вот, которая осталась в результате вот этого процесса анниделяции, составляет 1,9 Кельвина. Значит, оно раньше отделилось, и поэтому стало остывать. Подпитки энергии у него нет. Так, а температура реликтового излучения в настоящий момент какая? 2,7 градуса. Видите, раньше отделилось, оно не может брать энергию от тех частиц, которые в этот момент существуют, и поэтому температура в них маленькая. Так, теперь дальше. Из космологических данных мы с вами знаем, что массы нейтриноэлектронного, меонного и Тау составляют меньше, чем 1 электрон вольт, ну, на С квадрат. Меньше 1 электрон вольта. Это самое низкое ограничение на массы, которая в настоящее время существует. Ну, а теперь, что мы имеем? С одной стороны, мы имеем вещество, адроны. С другой стороны, колоссальное количество гамма-квантов и нейтрино. Но о нейтрино пока что мы можем забыть. О нейтрино мы пока можем забыть. И что у нас происходит? Вот в этот интервал времени 10 секунд, 30 тысяч лет, температура падает от 10,1 до 10,4 градуса Кельвина, и наступает эра вещества, и она продолжается вот от этого интервала времени до настоящего времени. Температура при этом падает от этой величины до 3 градуса, но 2,7, это и есть 3. Теперь, что при этом происходит? Энергии фотонов теперь недостаточно для того, чтобы оторвать электрон. А что мы имеем? Мы имеем протоны, и мы имеем ядра гелия. Они имеют положительный заряд, там плавают вокруг них электроны, и они пытаются эти электроны захватить. Правильно? У нас вещество было в виде плазмы, а теперь оно стало в виде нейтральных атомов. Раз атом теперь уже нейтральный, длина волны гамма-кванта большая, и он перестает взаимодействовать с веществом. То есть вот то состояние, которое было вот в этот момент времени, вот оно, оно зафиксировалось. И дальше происходит следующее. Образовались атомы, разделение вещества и излучение происходит, вот видите, в этот момент времени, плотность энергии фотонов уменьшается, как единица на R4. Почему? А это связано вот с чем. Значит, у меня образовались вот эти реликтовые фотоны в этот момент времени. Вселенная продолжает расширяться, и плотность реликтовых фотонов, и плотность их энергии падает. За счет чего? За счет двух факторов. Первое. Раз Вселенная увеличилась, то число фотонов в кубическом сантиметре уменьшается. Раз. Но кроме того, Вселенная расширяется, и длина фотона растягивается. Раз длина фотона растягивается, то появляется еще фактор единицы на R. Видите, вот R4. Это за счет того, что увеличивается объем, в котором находится фотон, а это за счет того, что энергия фотона уменьшается. И поэтому плотность энергии фотонов тоже уменьшается. А с протонами, с ядром гелий четвертый, что может происходить? Число протонов остается то же самое, а энергии их не меняется. Вот какая она была, энергия, да, МС квадратная, она такая остается. Поэтому только один фактор. Единицы на R в кубе. R4 нет. И это приводит к тому, что у нас появляется реликтовое излучение, которое нам говорит о том, что происходило в этот момент времени. Ну и теперь давайте посмотрим на этих двух людей. Значит, вот Пензиас и Вильсон в 1965 году они открыли космическое микроволновое реликтовое излучение. Надо сказать, что вот это излучение было предсказано у нас здесь, в Советском Союзе, но тогда никто в это дело не поверил. Так, а Пензиас и Вильсон, они построили антенну, в которой они собирались ловить сигналы, которые будут приходить из космоса, и никак не могли избавиться от шума. Значит, что они там не делали, значит, они все время этот шум был постоянный, куда бы они на какую точку неба не направляли, ничего кроме этого шума не видели. Ну и в это время была, значит, вот развита теория о том, что вот происходит аннигиляция частиц-античастиц, образуется микроволновое излучение, и вот они, авторы, люди, которые открыли это реликтовое излучение в 1965 году, ну а в 1978 году, видите, они получили Нобелевскую премию за открытие микроволнового реликтового излучения. Значит, почему для нас это важно? Потому что это микроволновое реликтовое излучение говорит нам о том, что происходило во Вселенной вот в тот далекий момент времени, когда Вселенной было десятки тысяч лет. Дальше два физика, Базер и Смут, они занимались тем, что смотрели на распределение этого реликтового излучения и обнаружили, что на самом деле реликтовое излучение однородное, вот куда бы вы ни направили вашу антенну, интенсивность излучения, которая приходит, одинаковая, но не совсем. Вот им удалось показать, что на самом деле в реликтовом излучении имеется разность температур, и эта разность температур составляет 10 минус 4, 10 минус 5 градуса. Видите, она однородная, но с точностью 10 минус 5 градуса. Что это означает? Почему температура разная? А это связано с тем, что, ну, мы с вами знаем о том, что если имеется какая-то гравитирующая масса, и фотон летит мимо, то Е равняется МС квадрат, мы можем ему приписать массу, и он будет в эту гравитирующую массу сваливаться. Понятно, да? То есть энергия у него будет увеличиваться. Или если он улетает, энергия у него будет уменьшаться. Таким образом, вот это различие, 10 минус 5, говорит о том, что вот в это время во Вселенной были неоднородности. Причем эти неоднородности были порядка 10 минус 4, 10 минус 5. То есть вот произошел большой взрыв, Вселенная начала расширяться, она стала однородной, однородной она стала на масштабе 500 миллионов световых лет, на меньших масштабах она, естественно, неоднородная. Вот. А вот эти неоднородности во Вселенной, которые были, они заложили основу для того, чтобы у нас дальше образовывались галактики, для того, чтобы у нас дальше в этих галактиках образовывались звезды и так далее. Понятно, да? То есть вот такую роль играет изучение вот этого реликтового излучения. И мы с вами, изучая это реликтовое излучение, можем строить разные модели космологические о том, что, когда происходит. Ну вот, если посмотреть, спектр его. Вот он. Это типичный спектр, характерный для теплового излучения, в виде температуры 2,726 градусов термина, с такой точностью это измеряется. И дальше что еще измеряют? Измеряют расстояние между этими пятнышками. И оказывается, что вот это расстояние, вот оно, видите, угловой масштаб, под которым я вижу эти пятнышки, оно на самом деле, видите, имеет определенную структуру. И эта структура, оно, исходя из различных моделей, которые строятся, оно говорит о том, как у нас развивалась Вселенная после того, как у нас образовалось вот это реликтовое излучение. Распределение материи во Вселенной. Вот теперь следующая простая картинка. Мне даже время не хочется тратить на то, чтобы ее показывать. Давайте на всякий случай посмотрим. Температура реликтового излучения вот такая. Видите, плотность реликтового излучения очень маленькая. Длина волны реликтового излучения примерно 2 миллиметра. Число фотонов вот то самое, которое было, вот видите, мы его объяснили. 411 в 410 в кубическом сантиметре. Энергия фотона реликтового излучения, вот она, смотрите, какая. 6 на 10 минус 4 электрон вольта. Ясно совершенно, что с атомом эта простейшая система ничего сделать не может. он пролетает мимо него и упругое рассеивается, и все. Ну и исходя из того, что я вам рассказывал, вот все, что я вам рассказывал, так, оно вот в этой знаменитой картиночки. Вот оно. Видите? Единое взаимодействие, все 4 взаимодействия. Дальше, вот на этом интервале времени отваливается гравитационное взаимодействие, остается великое объединение, это сильное и электрослабое взаимодействие. Дальше, вот здесь распадается, отделяется сильное взаимодействие, остается слабое электромагнитное взаимодействие. Ну, мы видим сегодня, что слабые электромагнитные взаимодействия, тоже они разделены. Мы видим процессы, в которых мы видим только слабое взаимодействие, видим процессы с электромагнитным взаимодействием. Таким образом, мы видим, что мы с вами построили довольно удачную модель горячей Вселенной, вот был большой взрыв, дальше Вселенная начала охлаждаться, но есть проблемы, которые заключаются в следующем. Проблемы модели горячей Вселенной. В чем они заключаются? Согласно теории Великого объединения, в горячей Вселенной должно рождаться большое количество магнитных монополий. То есть мы должны были бы их видеть. Раз. Почему наблюдаемая часть Вселенной в среднем является однородной? Ну, с точностью, да, 10-5. Как в однородной Вселенной образовались эти неоднородности? Почему наблюдаемая Вселенной является и в клеидовой диаметре? Это надо объяснять. Почему различные части Вселенной, сформировавшиеся независимо друг от друга, в настоящее время, выглядят практически одинаково. То есть однородная Вселенная. И вот для того, чтобы все это дело объяснить, было сказано следующее. На самом деле, все началось не с Большого взрыва, а все началось чуть-чуть пораньше. В тот самый момент, когда у вас родилась вот эта квантовая неопределенность, которая потом начала расширяться, была начальная стадия, которая называлась инфляция. И в течение очень короткого времени, 10 минут 35 секунды, она раздулась до тех размеров, которые мы имеем в современную Вселенную. Что при этом происходит? Смотрите. Если у вас имеется во Вселенной какая-то неоднородность, вот возьмем гора Аверест. Так? И давайте начнем Землю растягивать. Тогда масштаб по X увеличивается, и гора просядет. И вы никакого там неоднородности не увидите. Поэтому, если у вас происходит быстрое расширение Вселенной, то у вас все эти неоднородности, они схлопаются и становятся Вселенной более-менее однородной. Это раз. Дальше я вам показал, что если наши теории правильные, то мы видим, почему у нас нет антивещества. Почему его так мало? Дальше мы видим, откуда получилось реликтовое излучение. Тоже видим, да? Но проблема заключается в том, что мы на самом деле видим только наблюдаемую часть Вселенной. Что происходит в той части Вселенной, которую мы не видим? Так мы не знаем. Больше того, в настоящее время существует целый ряд теорий, которые говорят о том, что у нас непрерывно рождаются Вселенные с разными константами. Константы C, G, H. Разные. Так? И если условия для выживания такой Вселенной сохраняются, то она существует где-то там. Если не сохраняется, то она быстро схлопывается и исчезает. То есть мы живем в мире, когда у нас непрерывно рождаются и исчезают Вселенные. И дальше, следующая проблема. Значит, вот если мы с вами будем изучать движение звезд, галактика и так далее, вращение галактик, изучать горячий газ, скопление галактик, то мы обнаруживаем следующее. Оказывается, что вот по всем этим параметрам гравитационное линзирование света далеких галактик, движение далеких двойных галактик и так далее, выясняется, что вот того вещества, которое мы с вами видим, недостаточно, его не хватает. Вот идет свет, он отклоняется. Так? Для того, чтобы отклонить на тот угол, который мы видим, масса, которая связана с данной галактикой, должна быть увеличена в 10 раз примерно. Значит, отсюда следует утверждение, что наряду с тем веществом, видимым веществом, которое мы с вами видим, существует еще новый тип вещества, который называется темная материя. Темная материя. И эта темная материя приводит к тому, что ее гораздо больше, чем обычной материи, и тогда эволюция Вселенной выглядела вот как. В начале было образование вот этого пузырька квантовой флюктуации, дальше родилась темная материя, так ее было больше. Она образовала вот эти неоднородности во Вселенной, и дальше в эти неоднородности во Вселенной начало сваливаться обычное наше вещество, то самое, которое мы с вами видим. Видите? Ну, теперь, естественно, возникают различные модели. Мы должны понять, а что из себя представляет эта темная материя? Ну, ответ такой, что ответа мы не знаем, и есть разные представления о том, что за природа этой темной материи. Ну, во-первых, это барионная материя, это то, о чем нам говорят астрономы. Значит, есть нейтронные звезды, которые мы не видим, есть черные дыры, карликовые черные дыры, коричневые карлики, планеты типа Юпитера, астероиды, холодные белые карлики и так далее. Но если вот это все взять, если современные астрономические модели правильные, а это близко к истине, так, то вот все это дело не позволяет объяснить наличие такого количества темной материи, которую мы видим. Ну, тогда физики говорят, на самом деле темная материя связана с тем, что существуют частицы, небыренные материи, это нейтрины, аксионы, слабо взаимодействующие частицы, нейтролина, суперсимметричные частицы и так далее. Идея суперсимметрии, она тоже очень интересная, она заключается в следующем. Физики очень любят симметрии, так, а посмотрите, что у нас происходит. А происходит вообще совершенно непонятная вещь. С одной стороны, мы с вами имеем частицы материи, кварт и лептоны. Кварт и лептоны все имеют спины равной половинке, правильно? Они взаимодействуют за счет того, что они обмениваются бозонами. Спин бозона единица. А кто сказал, что не может быть такой материи, в которой частицы, которые мы сегодня не знаем, суперсимметричные партнеры нашей обычной материи, суперсимметричный партнер электрона, он называется электрон, суперсимметричный электрон, электрон, он тоже существует, и он будет иметь массу в тысячи, десятки тысяч раз больше, чем электрон. Так? Ну, я здесь немножко вдохновение, в миллионы раз больше, чем электрон. Будет иметь такую массу. Так? И спина у него будет не половинка, а единица. То есть, видите, симметрия появляется между частицами и их суперсимметричными партнерами. Симметрия по спину. Одна вторая единица. Вот все нормально. И обмен будет частицами происходить, частицы, которые переносят взаимодействие в этом суперсимметричном мире, они будут иметь спин половинка. Вот симметрия восстановилась в этом мире. Что надо делать? Искать эти частицы? Ну вот, в настоящее время есть надежда, что что-то, какие-то новые частицы на Большом отродном коллайдере мы увидим. Увидим, значит, хорошо. Не увидим, тем лучше. Потому что это будет давать нам значит, вот, дополнительный стимул к исследованию. Ну и, наконец, вот три ученых в 1998 году обнаружили следующее, что Вселенная на самом деле расширяется с ускорением. И в 2011 году они получили Нобелевскую премию за открытие ускоренного расширения Вселенной. Вообще говоря, это была полнейшая неожиданность. Ну, представьте себе, действительно у нас есть взрыв. Что происходит при взрыве? Вот у вас имеют частицы, они разлетаются. Но масса-то остается и она концентрируется в центре. И поэтому эта масса должна тормозить разлет частиц. Понятно, да? Вот у вас произошел взрыв снаряда, снаряды летят, эти осколки, так, и они тормозятся за счет того, что они теряют свою энергию. А здесь появилась совершенно неожиданная ситуация. Оказалось, что примерно 10 миллиардов лет назад Вселенная перешла на совсем другой темп расширения. Происходит разбегание галактик. Оно и так разбегалось, это закон Хаббла. Но закон Хаббла говорит о том, что постоянная Хаббла. Так? А здесь ускоренное расширение. То есть Вселенная расширяется с ускорением. И вот если мы здесь отложим плотность вещества у Вселенной, здесь время, видите, вот здесь была эпоха вещества, вещество падает, как единица, наверное, в кубе, появляется эпоха вакуума, вот эта вот эпоха вакуума, который во Вселенной разлит постоянно. И вот в эту эпоху вакуума у нас вакуум больше, чем вещества во Вселенной. Этот вакуум приводит к тому, что у нас вот эти гравитационно не связанные, объекты, так, они начинают разлетаться с большей скоростью. Понятно, да? То есть одна галактика отлетает от другой галактики, одно созвездие галактика отлетает от другой, другого созвездия галактики. И вообще говоря, я вам потом покажу табличку, если эта теория правильная, то все это должно кончиться тем, что мы с вами вот будем сидеть в этой аудитории, все остальное улетит куда-то туда, ни звезд не будет, ничего, останемся только мы одни. А все остальное от нас улетит. Ну, это я шучу, да? Потому что нас тоже растянет в этой Вселенной. Так, ну вот на этом мы с вами сегодняшнюю лекцию завершим. и традиционным образом, по традиции, вы заготавливаете листочки, на которых вы пишете свои фамилии, и пытаемся решить вот эту задачу. Какие из перечисленных распадов и реакций возможны для запрещенных процессов? Укажите причину, почему они запрещены. вот здесь в процессе перечисленные, вот они. Так, решаем. Время до 23 минут. Так, вам все будет видно, я сейчас свет включу, чтобы было видно еще лучше. Así, поэтому, так, если у вас будет тем, что я хочу сделать, совсем не зажим, они не зажим. я сейчас в этом том, вспомнил, чтобы было я сейчас ну, так, было бы, что бы так, Продолжение следует...